Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, как слышно? Видно ли, слышно ли? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Курова Лиза Владимировна. Я являюсь преподавателем УПАДА. И сегодня я хочу с вами поговорить о книгах. О тех книгах, которые для детей необходимы. Почему необходимы? Потому что ребенок познает мир, начинает познание мира от книги. А задача взрослого, нас, как педагогов, как родителей, открыть ребенку то необыкновенное, что несет в себе книга. То наслаждение, которое доставляет погружение в чтение книги. И чтобы привлечь ребенка к чтению, полюбить литературу, полюбить... Так, простите, звук не очень, да? Сейчас я попробую прибавить. Извините. Сейчас слышно? Немного помимо. Слышно. Вот пишут хорошо, слышно. Лучше, да? Спасибо. Так, и для того, чтобы привить любовь к книгам, любовь к сказкам, должен в первую очередь полюбить сам взрослый. Он должен понимать эту литературу, он должен чувствовать ее, наслаждаться этим искусством. И тогда дети тоже научатся любить, понимать, наслаждаться и принимать мир через сказки. В дошкольном возрасте мы, конечно же, начинаем знакомить детей в первую очередь с русскими народными сказками. И я сейчас хочу как раз вам и продемонстрировать вот такие вот замечательные книги русской народной сказки. Например, «Волк и козлята». Это такая замечательная серия книжки, можно даже ее назвать интерактивной книжкой, потому что эти книжки, они такие книжки с окошками, которые детям не надоедят долгое время, потому что они все время преподносят какие-то сюрпризы, какое-то продолжение событий. И с детьми здесь можно обыграть, обыгрывать разные истории, обыгрывать разных персонажей, которые в этих книгах представлены. Вот у меня сейчас здесь есть две книги из этой серии. Это «Волк и козлята» и «Гуси-лебеди». Сказка «Гуси-лебеди». Когда мы открываем такую замечательную книгу, в первую очередь хочется остановиться на иллюстрациях. Иллюстрация книги, здесь художник Еремина, она иллюстрирует, у нее замечательные такие картинки, как их живые персонажи. И когда мы начинаем знакомить с русскими народными сказками детей раннего возраста, совсем маленькими, мы сначала можем даже не читать содержание этой сказки, а просто рассматривать картинки. А где сидит Иванушка? А что делает собачка? А чем занята сестренка Аленушка? И рассмотреть все персонажи, проговорить с ними можно это. Дальше, после того, как мы просмотрим все такие замечательные картинки, рассмотрим весь сюжет с малышами, детки уже могут сами находить. А где печка? Да, мы знакомим уже, вот печка, и ребенок может показывать пальчиком, где находится какой предмет, где летят гуси, лебеди, что они летят высоко в небе. Посмотрите, например, избушка. А где дверь у избушки? Мы здесь откроем окошечко и здесь не поиграем. Посмотрите, дверь есть, она открывается и закрывается. И таким образом с детьми раннего возраста мы можем просто играть сначала с этой книгой. Чем она хороша? То, что здесь очень плотные страницы, и для как раз раннего возраста она очень актуальна. Такая книга, потому что деткам будет удобно переворачивать, удобно листать и просматривать эти сюжеты. Когда детки подрастают и уже становятся более взрослые, когда мы уже изучили, просмотрели все картинки, проговорили о всех персонажах, когда мы все-все-все, эту книжку досконально разбудили, так можно сказать, мы можем уже читать. Прочитав сказку, мы можем здесь менять интонацию голоса главных ролей, как Алёнушка говорит, как Бабьега говорит, как говорит Иванушка. Дальше мы можем ставить проблемные ситуации детям. А почему? Как вы думаете, почему печка помогла Алёнушке? А почему в первый раз она не помогла? Здесь уже решается такая проблемная ситуация. Действительно, а почему в первый раз печка не смогла помочь Алёнушке, не захотела помочь Алёнушке? А уже во второй раз, когда она обратилась с Иванушкой с помощью, что сделала Алёнушка, почему ей помогли? Здесь можно детей вывести на диалог, для того, чтобы они поразмышляли, чтобы они подумали, почему, что необходимо делать для того, чтобы тебе оказывали помощь. Конечно, мы, когда просматриваем эту книжку, здесь я забыла вам показать, очень интересное окошко. Вот посмотрите, небо чистое, никого нет на небе. А потом раз, и прилетели гуси-лебеди. Неожиданно прилетели гуси-лебеди и напали на Иванушку, и забрали его с собой. Чем интересно это для детей? Такое окошко. То, что продолжение картинки. Здесь не обрывается сюжет, а сюжет, он как бы продолжает свое действие. Если деревья, елки росли, лес был густой, то лес такой же густой остался, и даже еще стал он больше, пушистый, шире, и появились гуси-лебеди. Но на самом деле, самое любимое в этой книге, такая закладка, окошко, которое очень нравится детям, это вот это. Когда метелка стоит в избушке у бабы-яги, а за этой метлой спряталась мышка. Дети очень любят находить, где спряталась мышка, да, можно поиграть в такие игры. А где спряталась мышка? А где спрятались гуси-лебеди? А где спрятались? Иванушка и Аленушка, когда убежали, убегали от бабы-яги, а за ними гнались гуси-лебеди. Такие, вот такие интересные моменты, которые представлены в книге «Сказка с окошками», помогают долгое время, от раннего возраста до дошкольного возраста, до старших подготовительных групп, использовать эту книгу. Она очень интересна, когда стоит в библиотеке, если это в детском саду, свободным доступом для детей уже для старшего возраста. Хотя и для малышей тоже ее можно выставлять, чтобы они рассматривали картинки. Почему для подготовивших эта книга актуальна? Потому что здесь достаточно крупный шрифт для детей подготовительной группы, которые они могут самостоятельно прочитывать и самостоятельно уже изучать эту книгу с помощью текста. Поэтому я хочу сделать акцент, что нам, взрослым, конечно, нужно обращать на возраст детей, какую литературу мы даем. И хочется подобрать такую литературу, когда можно использовать долгий период, длительное время. И такие вот сказки, книжки с окошками, которые дает издательство «Мозаика синтез», они очень актуальны в период дошкольного детства. Детям нужно читать как можно больше книг. Нужно привить детям любовь к чтению, любовь к книгам, потому что книги — это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Конечно, в наше время гаджетов, различных информационных технологий мы без этого не можем, это будет обязательно использоваться, но необходимо не забывать о чтении, потому что учеными установлено, что ребенок, которому систематически читает, накапливает таким образом словарный запас. Читая вместе с мамой или вместе с воспитателем, с педагогом, ребенок таким образом активно развивает свое воображение, развивает свою память. И именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому я призываю читать интересные, полезные книги, которые будут помогать в развитии детей с раннего возраста и вплоть, как я уже говорила, до подготовительной группы. Можно, пожалуйста, слайд, где купить? Я как раз спрашиваю. Сейчас мы предлагаем вам приобрести такие интересные книги, нужные, которые будут продаваться в издательстве, ой, простите, это издательство, будут продаваться в магазине школы семь гномов со скидкой 25%. Обращаю ваше внимание, что скидки не будут суммироваться, а будут выбираться наибольшие скидки. Если вы выберете товары, и вам предложат 15%, но вы введете промокод впада, то вам скидка увеличится до 25%. И такая акция, которую мы предлагаем вам воспользоваться, в наше сейчас не очень легкое время, время карантина, в котором мы находимся все, до 15 апреля. Если есть еще вопросы, я готова на них ответить. Вроде про вопросов я не вижу. Благодарю вас за решение. Спасибо. До свидания.